так мы все загрузочная флешка подключена она создана а сроков ски и и фай bios так вот перешли в такое окно с загрузки объяснять вот она эта флешка ты бы этот образ нарезал бы как но как с использованием в юифа интерфейсе то здесь было бы вот и фай то есть она здесь есть но так как там этот образ окронится он там тупо нарезан то есть как обычная загрузочная флешка туда здесь только юсб если выбирать о автоматом пойдет все опа тут автоматика полную ничего нажимать не надо во так кроне true image ну да 64 бита о язык надо выбрать здесь есть русский потому что это мульти репак тут все есть конечно 64 о чем посмотрим что там за разделы есть прочее загрузка пожалуйста подождите какая-то дресня пошла русский язык упа переходим в инструменты утилиты клонирование диска так здесь лучше вручную выбираем исходник но меня это так ну посмотрим ну допустим целевой вот он так вот на этом моменте немножечко внимательности я уже просто сейчас перезагрузился тут кое-что там подел потыкал поэтому сейчас английский интерфейс но но не важно в общем этот пункт исключения разделов то есть на тот раздел на который вы поставите галочку он не запишется не перенесется на на новый жесткий диск здесь ну вот мне в данном случае нужен c то есть он прямо мне нужен я я только его хочу перенести то есть если вы выберете c ну и потом перенесете перезагрузитесь вы увидите что у вас на наоборот такие только только x перенес потому что это потому что это пункт исключения раздела здесь нужно именно отметить то что вам не нужно сейчас отметим так мне в данном случае не не нужен раздел x вот он 800 92 гига мне он не нужен его выбираем ну и собственно все ждем пока пройдет процесс здесь может от минуты до бесконечности тип поэтому просто ждем затем жмем далее next раздел перекинулся благополучно вот загрузочный флэху выдернул так что тут у нас будет вот этот параметр вот csm я его включил чтобы больше то чтобы была поддержка обычных загрузочных флэшек если его натрубить будет поддержка только загрузочных флэшек с юи файтом этими образами и прочим сейчас вот я его натрубил потому что уже это не надо так 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 а вот у меня первый стоит kingston потом тошиба принципе все правильно так ну конечно можно как от месяца узнать какого она будет то чтобы тогда отключать что ли ладно хрен с ним пока попробуй так я стану водопадом ну давай уже грузись ну по скорость загрузки явно это 100 шибы он грузится такое мое мнение ну ладно сейчас в окронисе глянем там че почем и так вот здесь прекрасно видим вот он и сезде на 111 гигов полная копия терабайт ник а то есть вот они два раздела восстановление и кефе ай и системный диск c то есть все все отлично все перенеслось все арбайт он как говорится здоров чем ко всем это такое резкое включение вот с момента предыдущего видоса прошло наверно дня три да тут что-то такой пиздец тут с жесткими дисками произошел как здесь видите то есть все раздел с виндой на на ssd шнек я перенес то есть вот он раздел под восстановление и фиай раздел но и собственно ну и собственно сам образ винды все четенько работает кстати по скорости загрузки ну и так сейчас посмотрим на холодный старт системы на установленную на наш дедишник до картинки вот это вот приветствие где написано время 49 секунд ну такой же тест потом проведу но уже когда система будет перенесена на на и сиди на это уже тест загрузки винды до того же экрана приветствия с часами с датой система перенесена на на ssd то есть все уже работает протестирована в общем вся батла там просто дичайшие цифры вам скажу 17 секунд примерно 17 секунд вместо 49 но ничего так ничего но это при этом я еще там покопаться в настройках юрифай и в настройках электропитания из-под винды тоже там пришлось покопаться что такое скорости добиться на учету здесь как прыгает то есть бывает 13 секунд бывает вот все 17 18 холодный старт до этого экранчика охереть я там сравнил скорость чтения и записи hdd и ssd кристалл кристалл диск марк что-то по моему друга называется на кусках сравнил что таком 100 мегабайт гиг 4 гига и 8 гигов вот но 4 теста провел на на обоих винтах ну и это показатели реально охуевшие то есть если на тошибе но вот на наш гиди что-то по моему 100 150 130 там скорость записи чтения там что-то такое на на ssd там 450 480 и и чтение и запись то есть охуеть не наебали это то есть нужно еще его подключить проводком с sata 3 и и нужно чтоб материнка поддерживал этот протокол ну то есть как бы блять разъемчики то у всех у них одинаковые с сатовский а вот скорость передачи данных она от может отличаться если материнка там со времен палеозоя то конечно нахуй вам есть здесь сердечник если у него будет скорость такая же как у hdd логика